Стивен, нет? Но я журналист, я задаю вопрос. Вы прямо для меня спрашиваете. Хорошо, ладно, я приношу вам свои извинения. Спасибо. Стив Розенберг, BBC News. Господин президент, всё чаще звучит сразу новая холодная война по отношению к России и к Западу. И мы слышим, как регулярно Россия винит в этой напряжённости внешней силой. То Америку, то Великобританию, то НАТО. Но находясь у власти 20 лет, вы не считаете, что вы несёте хоть долю ответственности за плачевное состояние этих отношений? Или нет? Или российские власти белые пушистые? Чувствуем ли какую-то ответственность за то, что происходит? Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией, с её народом. И всё буду делать в интересах Российской Федерации. Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определённого советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний. И вот по поводу химоружия, вы читали доклад Беллинкат, который очень подробно рассказывает и показывает, что за покушением на Алексея Навального стоит российское государство? По поводу покушения на известного нашего блогера. Мы готовы к расследованию. Значит, если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае новичок всё время об этом говорят, мы вас просим, дайте нам, пожалуйста, эту информацию. Мы предложили, чтобы наши специалисты выехали на место и в Германию, и в Швецию, и во Францию. Вы можете это объяснить, Стивен, нет? Почему нам официального заключения не дают хотя бы о применении этого новичка? Вы меня спрашиваете? Я вас спрашиваю. Но я, журналист, я задаю вопрос. Вы отвечаете. Вы отвечаете. Хорошо. Ладно, я приношу вам свои извинения, я продолжу ответ на вопрос.